Что такое 52-й год? Это шурнал, который уже издается в сталинский период, в его завершающей фазе, наверное. И 52-й год является таким очень особенным в том плане, что, с одной стороны, уже виден вот эта установка на так называемый традиционалистский откат, как его называют гендерные исследователи, вот этот период, когда с 30-х годов начинается усиление после запала освобождающих женщин, трансмаскулинных женщин, которых мы видели вчера, уже формируется совершенно другая риторика, наоборот, по возвращению к некой исконной роли женщины и так далее. И это, конечно, тут же находит отражение в визуальных образах. И здесь мы уже вряд ли увидим в изображении женщин трансмаскулинных женщин. То есть это будут хоть и женщины телесные, то есть очень ощутимые, потому что это работницы, но при этом они будут женственные, да, они всячески будут подчеркивать свою женственность. Вы это можете увидеть, конечно же. Но с другой стороны, 52-й год, это еще не потеряна вот эта связка с 20-ми, 30-ми. То есть есть еще вот это ощущение необходимости некого, неких изменений, изменений быта, изменений женской позиции. И вот мы сегодня с Надей за завтраком говорили, в чем разница между 20-ми, 30-ми, 50-ми. И мне показалась такая интересная метафора вот с названием «Свободная женщина страны советов». Если женщина 20-х, 30-х годов, она хотела стать свободной, то женщина 50-х годов уже стала свободной. То есть, наверное, это там ключевая риторика, как она меняется. То есть женщина 50-х уже, в принципе, ни за что не борется. Она, в принципе, уже всего достигла, и она наслаждается вот этим вот объемом той свободы, которую ей гарантировало государство. И это очень сильно сказалось на том, о чем говорится в журнале, о чем уже больше не говорится. И, конечно же, также очень важно подчеркнуть, что, когда я анализировала журнал, то это, конечно же, репрезентации и такая витрина, это тот идеальный образ, который подавался. И он, конечно же, не всегда имеет много общего с реальностью. И когда анализируешь советский опыт, важно понимать, что в советской политике существовал очень сильный, и в советском государстве существовал очень сильный разрыв между официальной идеологией и реальными практиками женщин. И из-за этого формировались некоторые проблемы, как двойная занятость, все-таки недостаток каких-то социальной помощи и так далее. Но, конечно же, в журнале об этом не будет озвучено, тех проблем, с которыми на самом деле сталкивалась работница, помимо только некоторых. То есть, несмотря на то, что чаще всего журнал представлял собой некий такой идеальный образ, все-таки иногда там просачивались письма работниц, в которых они изъявляли некоторые жалобы на те ситуации, в которых они оказывались. Я буду озвучивать сегодня, какие жалобы, какого рода могли быть эти жалобы. И, наверное, уже говоря о риторике самого журнала, я долго думала, каким образом, вокруг чего построить этот нарратив, этот рассказ про этот журнал, и решила построить его на дихотомии приватного и публичного. Потому что, мне кажется, что в советский период советское государство пыталось преодолеть эту дихотомию, преодолеть разделение между приватным и публичным, сделав приватное тоже публичным. То есть не убрать ее, но именно перевести приватное в публичное. И в данном случае, если смотреть через эту связку, женщина выступала в двух ипостасях. Это как трудовой ресурс и как репродуктивный ресурс. И сначала я бы хотела говорить о женщине к трудовому ресурсе, потому что само название журнала «Работница» и весь ее контент, конечно же, посвящен тому, как активно женщина вовлечена в трудовой процесс. И большая часть, 80% статей, 90% статей, это про трудовые подвиги, про достижения, про изменения жизни после революции, про то, как женщина вдруг стала мобильной, активной, она смогла построить сама свою жизнь. И важным еще моментом является здесь, что, например, в 50-е годы, в отличие от 20-х, 30-х, больше в журнале нет активизма, гражданского активизма, общественного активизма. То есть он полностью заменяется понятием трудового подвига. То есть больше нет необходимости женщине быть активной в женских организациях. Если вы знаете, уже к 30-м годам и делегатские собрания, и женотделы были закрыты. И это очень хорошо проявилось в риторике 50-х годов, когда полностью весь женский активизм сводится к трудовому подвигу. С очень сильными, насыщенными эмоциональными описаниями. То есть тоже для меня показалось очень важным моментом, что вся эта риторика, она совершенно не сухая. Но помимо того, что она очень сильно восторженная, она очень сильно эмоциональная. И она подчеркивает вот эту связку, что для женщины трус, он должен был быть не только средством ее экономической независимости, но также той общественной активностью и той вовлеченностью в сообщество, в публичное пространство, которое, конечно же, тут же определялось большим количеством эмоциональных переживаний. Я хотела вам зачитать один отрывок из одной статьи, где описывается опыт женщин, которые сделали некое очень большое достижение в процессе своего труда. И здесь разворачивается такой диалог. Начинается он таким образом. «Не задерживай, Катя!» – кричал сверху Лашин. «Ну ладно, я уже задам ему!» – озорно встряхнув головой, – говорит мотористка. «Изумленные девушки не могут отвести глаз. Подъемник работает с поразительной скоростью. Подсобные рабочие едва успевают его загружать. Каждые 2-3 минуты подачи. Вот так темпы. Над кромкой кладки снова появляется бронзовое лицо Лашина. Теперь оно уже не строгое. Спасибо, Катя!» В тот день бригада Лашина выполнила производственное задание на 420%. Когда обе Галины, Куцевол и Руденко, как условились, подошли к подъемнику после работы, они увидели, как Лашин, сдержанно улыбаясь, по-мужски крепко пожимал руку Екатерине Мороз. Округлое, раскрасневшееся, взволнованное лицо Кати светилось такой счастливой, доброй улыбкой, что рабочие, стоявшиеся вокруг невольно, так же радостно улыбались. Такие описания, наверное, можно было бы встретить после революционного боя, я не знаю, какой-то активистской акции. То есть, наверное, такого рода описания можно увидеть после феминистского 8 марта, когда женщина выходит на акцию и заявляет о своих каких-то политических требованиях. То есть эти насыщенные описания, они не имеют ничего общего с пониманием труда как некой повседневности и рутины, это репрезентируется как что-то очень такое важное, но именно важное в плане такой вовлеченности эмоциональной, ощущения себя как части сообщества и внесения своего вклада в это сообщество. Да, и если, например, говорить про все-таки, уходя вот от этой пафосной ректорики, к некоторым практикам повседневности, то даже изображения и тексты журнала позволяют увидеть все-таки некоторые несостыковки в тех декларациях, которые там дается. И в частности, было очень интересно изучить некоторые фотографии и статьи, которые касались уже сферы политического и сферы принятия решений. И несмотря на то, что весь журнал пестрит женщин активно вовлеченным в труд, при этом их вовлеченность в уровень принятия решений, конечно же, была минимальна. И, например, мне очень понравилось, где-то здесь есть эта фотография, статья, посвященная женщине, которая была на 19-м съезде партии, которая являлась депутатом, и очень активные политические женщины. Вот такая красивая фотография, где на первом плане изображена эта женщина, и дальше зал, и это, как сегодня нам уже показывали по поводу Таджикистана, а дальше только мужчины. То есть, хотя на первом плане изображена якобы женщина, активно вовлеченная в процесс управления, но, видя задний фон, мы понимаем, что это такая совершенно уникальная ситуация, особенная, и скорее в данном случае женщина была, возможно, даже появлялась как образ такой активной участницы, скорее очень декоративно. То есть для того, чтобы подтвердить, что женщины тоже вовлечены в политический процесс. И такая декоративная функция женщины в сфере политического, мне кажется, очень сильно переплекается с современным контекстом, когда женщины часто появляются в парламенте бывших союзных республик, тоже в роли такой, скорее, декларации, или скорее в роли отчитывания перед фондами ООН за то, что у нас там 30% женщин, допустим, или там 15% женщин. И это тоже несет за собой достаточно декоративную функцию. И мне кажется, что здесь есть эта преемственность такого отношения к участию женщины в сфере политического. И я в одной, в рамках наших публикаций в исторической рубрике, перед публикацией этой статьи, я нашла статистику за 1966-1967 год по участию женщин в партии и в ЦК. И она выглядит следующим образом, что в составе партии было 79% мужчин и 20% женщин, в составе ЦК 97% мужчин и 2,8% женщин, и в составе политбюро и секретариата ЦК не было вообще женщин. То есть там это уже самый топ уровень, там вообще не было женщин, которые принимали решения. И такой момент, он, конечно, хорошо подчеркивает, что женщина выступала, советская женщина была в большей мере таким трудовым ресурсом, такой силой, которую можно было использовать в определенной мере, на благо промышленности, сельскому хозяйству и так далее. Но, несмотря на декларации равенства, она не воспринималась как субъект, который может на равных участвовать в принятии серьезных решений. В частности, определение облика государственной политики, как внутренней, так и внешней. И переходя уже к сфере приватного, то, что я говорила в начале, что в советский период происходит переосмысление приватного, как того, что должно быть вынесено в публичность, его в обществление в какой-то мере. Здесь появляются два момента. Это, во-первых, переустройство быта, то есть радикальной трансформации быта. И в течение симпозиума мы говорили о разных проектах, и утопических, и неутопических, которые пытались работать с этой темой быта. И в рамках вот этого выпусков 52-го года есть одна интересная статья на эту тему, посвященная домовым прачечным, организацию домовых и механизированных прачечных. И мне очень показалось интересное описание, то есть почему принимаются решения делать эти прачечные, и как реализуется их использование. И я хотела вам зачитать отрывки из описания. Вопросы облегчения труда женщины в быту, избавления ее от трудоемких домашних работ находятся в центре внимания актива женщин Украины. Особенно нас интересовал вопрос о строительстве механизированных прачечных. Министерство коммунального хозяйства Украины советовалось с активом женщин при разработке проектов строительства прачечных и при разработке конструкции прачечного оборудования. Инженер Александрова, автор типовых проектов, выступала на собраниях женщин в Харькове, рассказывала о новых стиральных машинах, женщины обсуждали проекты и вносили ценные поправки. И дальше уже описывается, как происходило внедрение этих прачечных. Но первые 2-3 недели женщины не шли в прачечную. Они сомневались в доброкачественности стирки. После того, как провели несколько бесплатных пробных стирок, состоялись районные собрания женщин, на которых выступали те женщины, которые убедились в том, что машины не рвут белья и хорошо стирают. Разъяснительная работа дала результат. В прачечную стали записываться за несколько дней вперед. В Киеве недавно произвели съемку кинокартины «Домовая прачечная». Картина, которая рассчитана на 10 минут, получает хорошую оценку. То есть эта картина – это такой документальный фильм, в котором описывается, как устроена вот эта машина, как она работает, какой эффект она имеет и так далее. Это очень интересный момент, каким образом каждый элемент этого повседневного труда, до той поры совершенно невидимого, поготовки, уборки, стирки, он тщательно рационализируется в духе индустриализации, механизируется и вносится в публичность, где женщины на районных собраниях обсуждают, эффективность использовали или неэффективность. То есть здесь уже такое происходит прям тщательное изучение каждого аспекта, его определение как просто политически даже важного. То есть это не просто уже какое-то приватное, повседневное дело каждой женщины, а это уже важный элемент вообще в пространстве политического, потому что он позволяет дальше женщине выходить в сферу труда и так далее. И именно в этот момент, через такие описания, мне кажется, хорошо демонстрируется, как вот это приватно переходит в эту сферу публичного и определенным мерем становится таким всецеловидимым и контролируемым в том числе. И вот второй аспект, помимо реконструкции быта, изменений быта, это, конечно же, женщина как репродуктивный ресурс и уже, наверное, многим известный контракт работающей матери, через который, в принципе, описывается весь советский период, что женщины были вынуждены и работать, и заниматься с семьей одновременно. И в 52-й год, как я говорила, в этом плане особенно интересен, потому что он уже, так происходит вот эта установка больше на традиционные ценности, то здесь единицей уже при разговоре о сфере приватного становится не женщина, а семья. То есть женщина рассматривается как часть семьи, то есть через ее связь с семьей. И, например, если взять там, наверное, все журналы работников с 2013 года и поставить их в ряд, те, которые выходили на 8 марта, то мы очень сильно увидим, как меняется вот этот образ. Если в 20-е годы это будет женщина как автономная единица, которая к чему-то стремится, чего-то хочет, побороть, подолоть и так далее, то в 52-м году это такая картина, где за столом сидит женщина в окружении двоих детей и мужа, и ее поздравляют с 8 марта. Это очень хорошо показывает, как меняется риторика, и что 8 марта, как такой политический праздник, который был выбран советским государством как день, когда необходимо было делать какие-то политические заявления, постепенно превращается в то, что мы имеем сегодня уже на постсоветском пространстве, 8 марта, как еще одну манифестацию того, что женщина в первую очередь частью семьи, что она должна принадлежать семье, и вся семья в этот день напоминает ей об этом, об этом ее роли матери и жены. И также в самих статьях не только на 8 марта, но и в некоторых, правда еще в 52-м году этих статей было немного, то есть по отношению ко всему журналу это были единичные статьи, посвященные материнству, но уже в них можно встретить описание про работницу, как счастливую жену и мать, то есть она работница, но еще она счастливая жена и мать, помимо прочего. И, например, в одной статье было такое интересное описание, где очень долго и подробно описывается трудовой подвиг одной работницы, как много она всего сделала, и все-таки в конце добавляется. Разносторонней, богатой жизнью живет Клавдия Полякова. У нее семья, муж, также передовой производственник, дочь Галя, студентка инженерно-экономического института, сын школьник Валерий. То есть ее статус, он до конца не легитимирован, пока не указывается, что она еще и реализовала себя как репродуктивный потенциал. И причем под репродукцией, понимаете, не просто биологическое воспроизводство, а репродукция это именно через семейный дискурс. То есть не просто деторождение, но деторождение в семье, желательно, чтобы это были двое детей, и желательно, чтобы, конечно, они тоже были вовлечены в трудовое пространство. Поэтому подчеркивается, что муж ее также трудовой производственник. То есть такая идеальная советская семья, успешная семья, такая модель успеха. Но при этом следует, как бы очень важно, когда, очень важно подчеркнуть, что, конечно же, все равно, несмотря на какие-то изменения в положении женщины, в ее якобы, в какой-то мере экономической эмансипации, при этом вот эта модель семьи, она все равно остается ее ответственностью. То есть в первую очередь она несет ответственность за воспитание детей, в первую очередь она несет ответственность за то, чтобы у нее была семья. То есть несмотря на то, что сфера приватная очень сильно пересмысляется, в том числе и через быт, и через изменение ее положения в экономической сфере, все равно это пространство не делегируется другому субъекту, мужскому субъекту. Да, оно остается все равно под ответственностью женского субъекта. И если говорить уже про... То есть важным аспектом еще журнала-работницы является такой субъект, как дети. То есть они тоже включены уже в это пространство журнала, но еще не в той мере, наверное, как это происходит уже позже, когда все сводится сугубо к вопросам заботы. То есть в 52-м году они все еще являются молодыми, но автономными гражданами. Однако уже здесь появляется риторика, что женщина несет ответственность не только по уходу за детьми, но также по их воспитанию. То есть она... И когда описываются пионеры юные или детские садики, или каким образом нужно воспитывать детей, постоянно подчеркивается, что на матери лежит ответственность за то, чтобы она воспитала правильного гражданина. И это тоже такой тонкий момент, потому что, насколько я понимаю, в 20-30-х годах этой риторики еще нет. О том, что женщина является ответственной еще и за успешность ребенка, из-за его воспитания. То есть он так еще не артикулируется. И это перекликается с тем, что... Сегодня уже озвучила, по-моему, Оксана, про дефамилизацию и фамилизацию, что вот этот переход уже такой в риторический, от дефамилизации к фамилизации. То есть хотя, с одной стороны, все сохраняется то же самое. Те же детские садики, вся система. Описывается там успех общественного воспитания Макаренко. И есть прекрасная статья, которая рассказывает о том, какие успешные воспитанники Макаренко. И хотя, всячески, с одной стороны, продолжает восхваляться модель общественного воспитания, с другой стороны, все-таки эта риторика уже говорит о том, что все-таки семейное воспитание является более важным. И для женщины это является в том числе такой же важной ответственностью, как ее трудовая активность. И вот здесь вот эта риторическая такая интересная связка между этой дефамилизацией и фамилизацией. И да, я еще хотела сказать, забыла сказать, когда я говорила по обообществлению приватного пространства, что несмотря на этот риторический переход, все равно еще вот в 52-м году, наверное, и не знаю, мне кажется, в 60-х уже меняется значительная риторика, еще сохраняется все-таки такой тщательный надзор за этой сферой приватной через социальные учреждения. В частности, через учреждения охраны материнства и детства. И здесь мне показалось очень интересное, такой был отрывок в одной статье. Сейчас я ее найду. Да, вот, который описывает, каким образом осуществляется поддержка беременных женщин, еще до рождения ребенка. Еще малыш не родился, а у будущей матери несколько раз побывала патронажная сестра. Она рассказала об уходе за новорожденным, посоветовала, как лучше подготовиться к появлению на свет нового члена семьи. Ребенка в первый месяц его жизни несколько раз посещают врач и сестра. Врач и медицинская сестра стали теперь близкими друзьями семьи, первыми ее советчиками. То есть, такое тоже интересное момент, что еще вот это сохраняется, такой сурвейлент, такой надзор со стороны общественных институтов, которые, с одной стороны, уже говорят о том, что необходимо эту ответственность перекладывать в семью, но, с другой стороны, для того, чтобы не потерять этот контроль, детские учреждения, школы, системы здравоохранения становятся теми институциями, через которых контроль продолжает осуществляться. И этот момент мне кажется очень интересным, потому что, например, прикладывая к белорусскому контексту сейчас, я могу сказать, что современная система защиты прав детей в Беларуси, она строится абсолютно по такой же модели, когда детским институциям внедряется, в первую очередь, функция надзора за семьей. То есть, с одной стороны, декларируется, что, в первую очередь, функция воспитания ребенка должна нести семья, однако, с другой стороны, детским институциям даются неограниченные возможности по изъятию детей, по приходу в семью, по вмешательству в пространство. И вот это отсутствие баланса между автономией семьи, безопасностью ребенка, отсутствие вообще дискуссии на эту тему, а такое воспроизводство вот этих уже легитимированных советских норм, оно, как бы, так интересно вдруг сказалось у нас на такой очень странной конфигурации этой системы защиты прав детей. И отдельно я хотела остановиться на вопросе, так как у нас симпозиум был посвящен вопросам колониализма, и, конечно же, в журнале «Работница» есть статьи, посвященные так называемым женщинам Востока. Конечно, статьи очень мало, из этих 12 выпусков это было только две статьи. Одна из них называлась «Девушка из чума», и это такое, мне кажется, какое-то нарицательное даже название, которое тщательно описывает успех девушки с севера российской территории РСФСР. И мне было интересно посмотреть, каким образом меняется риторика между тем, как описывается женщина Востока в 20-30-е годы, и каким образом это описывается в журнале 52-го года. И здесь тоже наблюдается такой аспект, что вот эти революционные изменения, активное наступление, освобождение женщины, выведение из-за творничества и так далее, в 52-м году эта риторика все исчезает, потому что уже декларируется, что это уже все свершилось, женщина уже освобождена, она уже образована, и она уже наступает в следующей стадии, что она возвращается обратно на свою родину, и она несет то просвещение, которое же было в ней, которое ей вложили до этого, в 20-30-е годы, активистки из центральной части России. Теперь она уже становится этим колонизирующим субъектом в какой-то мере, и она работает с сообществом, и в этой статье много фотографий, она рассаживает свою семью, дает им книжки, и показывается, что она очень активно сейчас просвещает свою семью. И второй момент по поводу колониализма, это то, что важным компонентом риторики является, я бы назвала это «дискурс мира», то есть очень такое большое апеллирование к интернационализму и к такой заботе по поводу угнетенного положения женщин Индии, Латинской Америки. То есть фокус уже советской политики, он направлен скорее не вовнутрь, то есть здесь уже к 50-м годам считается, что все достигнуто, а фокус уже направлен скорее вовне, где декларюцию подчеркивается, что в отличие от Советского Союза, в других странах еще не достигнуто это равенство наций, еще процветает расизм, и СССР ставит перед собой такую цель, берет на себя даже такую амбицию, нести мир дальше. При этом такой интересный момент, что какую роль делегируется при этом женщина? женщина должна активно трудиться на благо мира, то есть фактически трудиться, ходить на работу каждый день, потому что если она ходит на работу каждый день и трудится, тем самым она укрепляет СССР, а СССР, соответственно, укрепляет мир во всем мире. Вот это такой интересный круг, каким образом оправдывается, почему женщине нужно в очередной раз ходить на работу, то есть оказывается не только для того, чтобы эмансипироваться, получать деньги, и там укреплять государство, но еще нести мир вовне, то есть такая какая-то сверхидея куда-то в пространство, куда даже никогда, возможно, она не побывает, даже не знает, где это находится. Но она несет, она должна чувствовать свою сопричастность к этой внешней уже политике. Ну, наверное, это такие ключевые моменты, которые я хотела сказать по поводу самой риторики этого журнала. И подводя итоги, я хотела, наверное, говорить о каких-то противоречиях и нерешенных дихотомиях, которые остались после советского периода, и которые, например, анализ риторики этого журнала позволяет их увидеть. Это в первую очередь дихотомия гендерная, то есть сохранение все-таки бинарности полов, то есть несмотря на то, что в 20-30-е годы, в 18-м году декларируется о том, что у нас должно быть равенство, гендер не должен влиять, и появляются вот такие действительно андрогинные образы, которые якобы нивелируют какие-то различия. Но постепенно происходит возврат к этому бинаризму, и наоборот, всячески подчеркивается необходимость сохранения этой субординации. И она подчеркивается не только в риторически-визуальных образах, канонических, каким образом должна выглядеть женщина, но и через фактические барьеры в доступе к системе управления, через двойную занятую, то есть эти барьеры, с которыми женщина сталкивалась в повседневности, они работали на сохранение этой дихотомии. И в итоге, по сути, сильные изменения не всегда имели позитивный эффект на жизни конкретных женщин, потому что они не устраняли гендерную иерархию и сегрегацию. Второй момент — это расовая дихотомия, которая, мне кажется, точно так же не была устранена, и вопрос равенства наций, который декларировался, на самом деле не приводил к равенству наций, и я думаю, что важно рассматривать всё-таки советский проект как колониальный в какой-то мере, имеющий этот колониальный аспект, и нерешённый, соответственно, когда Советский Союз развалился, этот момент остался напряжённым и травматичным, это то, с чем мы уже сталкиваемся и сейчас. Третий момент — это, наверное, также сохранившийся дихотомия приватного, публичного, то есть попытка сделать сферу приватного, публичной не решила проблему гендерного разделения этих сфер. И, соответственно, впоследствии точно так же это всё переходит и в современное время, когда женщина остаётся всё ещё ответственной за семью, и несмотря на то, что в ряде стран сохраняются социальные гарантии, и часть сферы остаётся обобществлённой и публичной, однако всё равно это остаётся в большей мере сугубо ответственностью женщины, её, как бы, одной из её ролей, которые она должна выполнять. И, наверное, четвёртый аспект, который очень важен при анализе советского периода, это рассмотрение его через оптику биополитики, о том, что, конечно же, здесь речь не идёт, в такой государственной идеологии речь не идёт об индивидуализированном теле, то есть это всегда тело в массе, в коллективе, управляемое для блага государства, народа, нации, и вот эта технология власти, управление массами для рождаемости, для увеличения трудовых каких-то достижений и так далее, оно, как бы, оно никуда не делось и сегодня, и то, что раньше декларировалось целями выстраивания советского народа, то уже в постсоветский период становится основой выстраивания нации, например. Но риторика остаётся точно такой же, где мы видим, опять же, женское тело в его массовости и в его символической репрезентации некого коллектива и в его использовании для поддержания некого сообщества, неважно, как оно называется, как оно определяется. Вот, наверное, это такие основные аспекты, которые я хотела озвучить. Про жалобы ты хотела рассказать. А, да, про жалобы, я забыла про жалобы, да. А жалобы, было две жалобы, на самом деле, только, и одна из них касалась того, что женщины написали коллективное письмо в журнала работницы, и несколько женщин подписали, что они работают где-то в настройке, а при этом с техникой какой-то. И их рабочая одежда, она мужская, и она большая по размеру, и они уже несколько лет работают в этой мужской одежде, и они рискуют там получить травмы, потому что им трудно, большие рукава, они тщательно описывают, что невозможно, все топорщится, торчит, и они, значит, обращались к своему начальству, что вы же не можете пошить под нас одежду, что там мужская форма. И их, конечно же, начальство сказало, что радуйтесь, что у вас хоть такая форма есть. И они, значит, написали журнал работницы, и журнал работницы решил провести расследование, «Как же так? Почему же работницы не создают форму?» Они написали в Министерство продовольствия, значит, почему нет формы. И им ответили, что вообще должна быть, есть разработки, и прислали план, как она должна выглядеть. Да, 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 как он должен выглядеть. Но недостаточно иметь этот ГОСТ, теперь нужно понять, как этот ГОСТ применить на месте. И они позвонили конкретно в эту организацию, чтобы узнать, ну, вот есть ГОСТ, так почему вы его не выполняете. На что, конечно, там начался замкнутый круг, посылание всех по кругу, кто ответственен за ткань, за пошив, за все. Казалось, что, конечно, крайних нет, как бы ответственных нет, ответственны все и ответственны никто. И там, конечно, все это не со мной. Они не смогли решить эту проблему. И в итоге все остается как есть, что женщины вынуждены сами заказывать себе штаны, как минимум, за свой счет, для того, чтобы все-таки хоть как-то мощь работать с этой техникой, потому что это очень сильно не рискует получить, например, производственную травму, что там рукава и так далее. И вторая жалоба была по поводу детских садиков. То есть она касалась того, что, несмотря на то, что гарантированно было право найти детские садики, оказалось, что получить место в детском садике не так-то просто, и не всегда руководители идут навстречу женщинам и позволяют им, например, немного поменять рабочий график, чтобы успеть отдать ребенка детский сад и так далее. И они вот такой тоже жалоба наболевших группы женщин по поводу того, что они никак не могут совместить работу с воспитанием ребенка и с поездкой в детский садик. Но там уже не проводилось расследование, это скорее было как такое привлечение внимания, когда журнал «Работница» публиковал этот материал и в конце просто говорил «А-та-та», конечно, нужно соблюдать все. Но понятно, что каким образом это на практике могло… Каким образом вообще журнал «Работница» мог подействовать на конкретно людей, то есть какую политическую силу он имел, это большой вопрос. То есть действительно ли он был просто витриной или действительно публикации в этом журнале могли повлиять, если женщины писали письма. То есть мне этот вопрос остается открытым, потому что какого-то фидбэка нету, насколько он был эффективным. Продолжение следует...